16 том книги открытым оком вопрос номер 3044 тема община почему именно к вам стали ходить глухонемые не тяжело ли им при ваших строгостях отвечает игнатий тихонович лапкин они о себе лучше засвидетельствуют я попросил съездить к ним глухонемую валю янчук и записать с их жестовой речи их свидетельство никаких строгостей у нас нет а есть устав о благочинии о порядке и стройности богослужения и общего поведения глухонемые не то что жаловаться ласкаются к тебе они очень добрые хотя при их задатках могли быть презлющими кавычки открываются я глухонемой от рождения моя мать брала меня с собой когда шла к бабушке в гости бабушка была православной христианкой я был шалуном непослушным бабушка взяла икону богородицы и повесила ее в угол она пригрозила мне пальцем указав на икону богородицы чтобы я вел себя хорошо я боялся как богородица смотрел на меня с укоризной но не знал кто это такая богородица до революции по материнской линии родственники были верующими монах монахини в детстве окрестили мою мать советское время было гонение на верующих людей поэтому мама очень редко ходила в храм после окончания школы-интерната специально для глухих я устроился работать на завод жил в общежитии общался с друзьями пили курили бывало дрались жил как во тьме уволился с завода и стал скитаться рубцовск семипалатинск новосибирск пенза когда я был в новосибирске случайно посетил храм смотрел как люди молились перед иконой святителя чудотворца николая потом обратно поехал в барнаул и ходил в никольский храм там купил нательный крестик и сразу надел его побрел на вокзал и стоял там в это время почему-то не смог двинуться дальше и стоял увидел андрея дробота который поздоровался со мной андрей тоже глухонемой и он проповедовал о боге о спасении души позже я понял что сам искал истину по промыслу божьему андрей встретил меня привел в общину уверовал в бога изменил всю жизнь когда я лежал в краевой больнице братья относились ко мне с любовью благодарю бога что на душе радостно и хорошо нет отчаяния я решил верой служить богу я купил библию с толкованием чтобы познать бога слова слава богу за все олег геннадьевич максиев поселок тальменко улица юбилейная 46 евангелия от марка 7 глава 37 стих и чрезвычайно дивились и говорили все хорошо делает и глухих делают слышащими и немых говорящими кавычки открываются в 1981 году моя мать умерла но заранее она готовилась к смерти купила икону богородицы свечи показала мне все это когда я училась школе интернате по улице гоголя в городе барнауле недалеко находился покровский храм воспитатель отпустила нас погулять во дворе школы интерната я заметила вдали купола покровского храма мне очень хотелось посмотреть внутри храма и я позвала подругу но она отказалась это опасно там в храме могут поймать и убить человека мне стало страшно и я поверил этому так как была темная ничего не знала о боге после смерти матери меня тянуло к иконе богородицы я попросила сестру отдать мне эту икону на память о моей матери в 1994 году сестра позвала меня на крещение в покровский храм и я была очень рада позже узнала что это не истинное крещение так как было только мочение волос головы я работала вместе с валя и янчук на швейной фабрике прогресс она проповедовала о боге я ответила ей что уже крещеная и хотя редко ходила в храм так как это не обязательно валя сказала что христиан христиане обязаны посещать службы в храме соблюдать посты выполнять заповеди христово рассказала мне о страшном суде что привело меня в трепет мне стало страшно попасть в ад на вечные мучения воскресенье валя позвала меня в лес погулять чтобы познакомиться с верующими людьми мне стало на душе радостно решила присоединиться к общине в 1996 году на собрании в потеряевке подготовили оглашенных к крещению игнатий тихонович задал мне вопрос любишь ли бога ответила ему да люблю бога с тех пор я посвящаю себя служению богу моему спасителю иисусу христу благодаря советам и проповедям игнатия тихоновича учителя наставника я стараюсь читать библию каждый день и теперь стал ее понимать я строго соблюдаю посты несмотря на больную ногу которая сломала 3 года назад после операции зоба благодаря богу здоровье улучшилось благодарю за излечение слава богу за все тамара ивановна якушева мельникова улица попова 16 110 исход 4 11 господь сказал кто дал уста человеку кто делает немым или глухим или зрячим или слепым не я ли господь кавычки открываются мои родители верующие воспитали во мне любовь к богу с детства мать отвезла меня в школу интернат на обучение но через год меня выгнали как ненормальную девочку обвинили меня что нашли под подушкой спички я не ожидала этого кто-то сделал мне зло но я ничего не сделала не виновата поэтому росла в доме родителей помогала маме по домашнему хозяйству уже девушкой мама отправила меня в барнаул на учебно-производственное предприятие для глухих по специальности швея я правда неграмотная но хорошо понимала как надо сделать могла выполнить любую работу с тех пор долго работала швеей в упп до пенсии мне было тяжело общаться с людьми так как они дразнили меня смеялись надо мной но я все терпела и молчала родители оставили меня умерли только один бог не оставил меня псалом 26 глава 10 стих ибо отец мой и мать моя оставили меня но господь примет меня в доме культуры приехавший из липецка парень алёша проповедовал о боге я услышала была рада стала ходить в молитвенный дом баптистов ходила три месяца там узнали что я православная христианка требовали убрать нательный крест я не согласилась и ушла совсем ира в шивкова работала вместе со мной позвала в покровский храм помолиться среди членов общины мне понравилось православной крестодвиженской общине все хорошо все хорошо относятся ко мне помогают друг другу бог есть любовь родители оставили мне иконы иисуса христа и богородицы я чувствую сердцем присутствия бога благодарю иисуса христа за все останусь богом до конца моей смерти мария ивановна ну барьян карапиво город барнаул улица малахова 124 35 книга премудрости соломона 10 глава 21 стих ибо премудрость отверзла устанем их и сделала внятными языки младенцев кричащие немощные слепые прихожане всю мощь в мощах надеются узреть нас люто презирают почему не с нами без патриарха вам не вылезла не вылазно гореть особенно лютуют папа по постам причастники тем паче и старушки не слышавшие будто про христа а он то и призвал покой таких нарушить тьма фарисейства мелочности дикой и неприкрытого святого объяснования желч слов на языке длиннее пики их тени при петре уже сновали мы им желали благо познакомить с великой библией нас шельмовали свистом отец их паралич и с матушкой комой кричат отсюда прочь заезжие баптисты при слове библия трясутся до подучий преозверелая толпа при благодати патриархия тьмою кормит и во мраке мучит а наш приход их вы высветил не кстати отброшены соборные каноны на немощь списывают злое небрежение здесь никого от чаши не отгонят и венчанных епископы разженят под милосердие привычная игра песком покрестит или же слюной припомнит отречение петра покрышка из разбойника он социальный свой и это в доме божьем в ограде плоды патриархийного разврата ни одного кто не был бы обкраден кого не обольстили раем то есть адом скотомогильник жуткой глубины рвы пропасти прорытые зубами традиции и корни предания и сны приход устроены для дьявольской забавы 8 марта 2006 года игнатий лапкин